Кадры с этим удивительным автомобилем были запечатлены в 2017 году, когда он принимал участие в ежегодном пасхальном сафари на джипах, Isto Jeep Safari. Модель была построена американской мастерской Black Ops и поражает в первую очередь своей мощностью. Двигатель выдает полные 630 лошадиных сил и обеспечивает тягу до 880 ньютон-метров. Когда едешь на таком монстре по бездорожью, избежать поломок довольно сложно, поэтому мастерам пришлось усилить конструкцию автомобиля. Он получил передние мосты Dana 80 со шлицевым соединением, а также задние мосты Dana 70. Скажем проще, автомобиль получился невероятно крепким, сильным и надежным. Настолько, что водитель без опаски может сжимать педаль газа до самого предела. Около 15 лет назад команда из мастерской Apocalypse Manufacturing поставила для себя весьма амбициозную цель — создать такой шестиколесный автомобиль, который смог бы пережить конец света. Что у них получилось, вы можете видеть на своих экранах. Эта модель входит в число самых впечатляющих машин, доступных к покупке. За 220 тысяч долларов покупатель получает двигатель мощностью 707 лошадиных сил, алюминиевый каркас безопасности, защитное кевларовое покрытие, а также ощущение эксклюзивности. Всего на данный момент было выпущено не больше 140 таких автомобилей. Впрочем, по эксклюзивности кто-то вряд ли сможет переплюнуть главного героя этих кадров, потому что такой гусеничный вездеход существует в одном единственном экземпляре. Он был построен в России небольшой группой талантливых мастеров. Главными особенностями являются компактность и манёвренность. Транспорт уверенно передвигается по лесным тропам и полевым дорожкам, а ещё совсем не боится снега. Испытания показали, что даже когда глубина покрова достигает 50 сантиметров, вездеход продолжает своё движение. Максимальная скорость движения у него, правда, совсем небольшая — 15 километров в час. Однако, по словам разработчиков, технические характеристики не увеличивались намеренно, так как изначально аппарат задумывался исключительно детским. Как правило, автомобили, способные передвигаться по воде в морском режиме, плывут не быстрее какого-нибудь катамарана. Однако следующий транспорт из нашего списка совсем не такой. Данная модель — это чрезвычайно редкое сочетание скорости, практичности и впечатляющих технических характеристик. Переключение в водный режим занимает буквально несколько секунд. После этого авто уверенно развивает скорость свыше 48 километров в час. Причём даже в том случае, если вынуждена преодолевать небольшие волны. Длина автомобиля составляет 7 метров, так что производитель на выбор предлагает два варианта вместимости — на три или на шесть человек. В последнем случае машина-амфибия оказывается идеальным транспортом для спецслужб и может принимать участие, например, в спасательных миссиях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Миллиона долларов. Правда, это была модель с первым порядковым номером в своей серии. Но как бы то ни было, своих денег Hammer EV определенно стоит. Во-первых, это первый в истории электрический внедорожник, построенный на базе платформы Ultium. Во-вторых, он в буквальном смысле может двигаться по диагонали. Для этого его полный привод был оборудован режимом Краба, позволяющим задним и передним колесам поворачиваться в одну сторону на одинаковый угол. Нельзя не упомянуть и адаптивную пневматическую подвеску. В экстренных ситуациях система позволяет увеличить высоту подвески на 149 мм. И это уже не говоря о том, что тысячесильная силовая установка позволяет до сотни километров в час разгоняться всего за три секунды. Каждый, кто хотя бы немного интересуется внедорожниками, наверняка слышал о Ford Bronco, представленном пару лет назад. Raptor же является его обновленной совершенной версией. Презентовали ее совсем недавно, в конце января. Из обновлений привлекает внимание 37-дюймовые шины и трехлитровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Еще модель получила более мощную подвеску. Если сравнивать с предшественником, она позволяет увереннее справляться с преодолением песчаных дюн и прыжками в воздухе. Буксировочной способности внедорожника достаточно, чтобы тянуть за собой 2000 тонн. Ну а чтобы перечислить все интеллектуальные функции поддержки водителя, понадобится целое отдельное видео. Цена по предварительным оценкам составит 70 тысяч долларов. Нам бы очень хотелось рассказать про новые серийные автомобили на гусеничном ходу, но, увы, перед вами всего лишь три эксклюзивных экземпляра. Они были построены в рамках празднования Чикагского автосалона в 2016 году. Практически все внутренние компоненты машины остались неизменными. Специалисты поменяли только подвеску и колесные арки, чтобы они лучше работали в паре с гусеницами. Кроме того, все три автомобиля получили уникальный дизайн. От прочих моделей их отличает черная матовая отделка и хромированные детали. К автомобилям, которые работают на службе у вооруженных сил, обычно предъявляют самые высокие требования. И данная модель от компании «Татра Форс» им полностью соответствует. Возможность передвигаться по агрессивному бездорожью — это лишь одна из ее особенностей. Еще производитель предлагает дополнительное бронирование и оснащение специальными системами. Их задача — защита водителей пассажиров от различных типов оружия, вроде ядерного, биологического и химического. Кроме того, кузов может быть оснащен специальными держателями для крепления боевых орудий. Стоит также упомянуть комбинированную подвеску и резиновые пневматические баллоны, установленные под рамой. На очереди у нас транспорт, который легко преодолевает пересеченную местность, болото и даже глубокий снег. Этот снегоболотоход российского производства был презентован как экспедиционный автомобиль. Застрять на нем даже где-то в глуши практически невозможно. Все потому, что шины сверхнизкого давления, система их централизованной подкачки, а также блокировка мостов входят в базовую комплектацию. Подвеска пружинная, но по желанию заказчика может быть заменена на пневматическую. Двигатель 40 или 70-сильный на выбор, выдающий до 2000 оборотов в минуту. Немаловажно и то, что находиться внутри вездехода комфортно даже при минусовой температуре за бортом. За это отвечает утепленный салон и встроенный жидкостный отопитель. Модель рассчитана на 8 пассажиров и предоставляет 6 спальных мест. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны! Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете!